тут хорошо ребятам можно и взрослым тоже позаниматься тренажерчики вот есть разные хорошая площадка в тенечке главное приятно здесь прогуляться и сразу парк идет который ведет колей кипарисов олег кипарисов покажу ее к сожалению всю перекрыли народу мало какая-то . тут у нас появилась вон вдали может из-за этого все разбежались но в принципе в семизе народу действительно немного вот сейчас уже сколько время три часа вот сейчас я покажу вам сколько действительно людей скамейка влюбленных и дальше пошли вон гора кошка пойдем гулять по парку кстати слева вот строит какое-то здание может быть это будущий какой-то отель видимо вот потому что здесь очень активно велись всякие строительные работы вот перекрыли раз все это и там тоже все перекрыто все перекрыто с пройду и покажу вам да вот они как-то не продумали совсем что сезон и людям хотя хочется прогулять вот так вечером пройтись по тенистой аллее а взяли и начали эти ремонтные работы прямо посреди сезона в самый разгар можно сказать проводить машинку еще стоят но я не знаю кто там теперь будет кататься вот такой вид вот поэтому я даже не знаю здесь все как-то гуляешь вот так что вот так сейчас пойдем наверное мы в тир пострелять ребята захотели ну да правда народу мало что здесь что на море а чё в тире нет никого да а работает но сейчас сходим туда вот площадка она вообще сейчас пустая практически ну и вечером в принципе не так уж густо раньше побольше как-то было людей вот пожалуйста 3 часа сейчас никого никого нет людей вообще также и утром было никого не было так бегают вроде детки человек пять-шесть наверно все на море идут ну конечно у меня семьи изи уже сложилось впечатление я могу поделиться что это место мне кажется действительно очень особенным с точки зрения природы с точки зрения климата и природы да то есть я никогда не забуду это место уже и она навсегда у меня теперь и в душе и в мыслях будет я прямо очень рада что я открыла для себя новый крым немножечко по другим углом это что-то среднее между вниз хором и ну не знаю чем еще сравнить больше дикой природы все равно здесь как-то люди ходят вроде но природа все равно такая вот она не обузданная так скажем здесь можно ходить гулять забираться на какие-то горы высокие просто так много всего вот этого рядом что я даже не знаю с чем сравнить но с мисс хором только да могу сравнить потому что вроде как воздух такой же вот можжевеловый вот это все прям пахнет так бухает и вот и ходишь дышишь этим всем просто великолепно великолепно и пейзаж естественно вот этот вот великолепный сейчас вот немножечко тучи подогнали нам прохладу такая парилка была все эти дни очень было жарко видно да что народу мало сейчас три часа дня вот они много примерно в два раза больше днем с утра вот с утра самого если брать а вечером вообще очень мало народу несмотря на то что погода в принципе без дождей тепло утром было очень жарко вот поэтому как бы я не знаю с чем это связано все уехали что ли не знаю вот ну и вот пойдемте чуть-чуть прогуляюсь с вами по горе Панея видите никого нет вообще ни экскурсии ничего обычно здесь и народ тусуется наверху и ходит много вот посмотрите на на диву даже сейчас такую погоду практически говорю идеальная погода идеальной жары нет солнце нету и народу никого вообще никого это называется никого ребят честно вам говорю все таки мы здесь уже полтора месяца отдыхаем и было гораздо больше раньше людей гораздо больше людей было помойка пустая вообще просто она все время была сверху полную в это время обычно вот поэтому я говорю я не знаю с чем связано что отдыхающих что-то поубавилось может быть я что-то не знаю напишите пожалуйста в комментариях с чем это может быть связано и сейчас никаких ограничений я так понимаю пока нет кто знает кто знает напишите пожалуйста в комментариях почему семьи с полу пустой конечно мне нравится честно скажу мне нравится что народу мало нам то и хорошо да отдыхающим чем меньше нас тем лучше для нас же вот а как же тогда ну простите в поселок сам он же страдает от того что народу мало и фрукты тухнут с овощами квартиры простаивают и так далее вот там можно пройтись по мосту за какую сумму я правда не знаю сейчас посмотрим на банане катаются люди там человек 7 на 6 или 7 6 и банан полу пустой кстати тоже ну как тут красиво раз бац и такая дорога вниз резко а там вверх уже там и вообще с и у и и 500 рублей похоже я вот отсюда уже вижу правила посещения на снаряжение а без снаряжения нельзя пройти до то есть обязательно его покупать ну понятно то есть пройти по мосту 500 рублей да я поняла виды здесь конечно обалденный а вот второй пляж ну тоже народ видите сколько вот оно снаряжение и и